Юрий Власов, Формула Воли, Верить В те же недели мне попадается работа американца Брегга. Может быть, с помощью диеты Брегга я укращу недуги. Четыре с лишним месяца я следую его рекомендациям. Я худею на 8 килограммов, во мне остается 95. Они представляются весьма внушительным весом. Но я так отощал, что сидеть на стуле мог только на подушках. Казалось, во мне остались одни кости. Надо полагать, я и тяжел ими. Следствием питания по Бреггу явилось увеличение спазматических явлений. Заснув, я непременно просыпался через час-два от одуряющего головокружения. К 3-4 утра оно ослабевало. Как позже я уяснил, это была типичнейшая реакция на голод. Ведь при чрезвычайно скудном питании я вел весьма деятельный образ жизни. Кроме того, мой организм за десятилетия физической работы привык к энергичному обмену. Прогулки превратились в пытку. Внезапно я начинал кружиться забор. Я отводил глаза и не смотрел на него. Я ощущал зыбкость почвы. Это случалось не раз. Бывало и хуже, когда я мог выходить лишь с помощью близких. Однако самыми мучительными были ночные головокружения. Постоянные, обязательные и не поддающиеся никакому влиянию. Неделя за неделей, месяц за месяцем. Увлеченный патетикой Брегга, я не сразу разобрался в причинах и терпел. Я подавлял в себе любые слабости, считая, что процесс привыкания не может не быть безболезненным. А надо мной стоял голод. В другое время я рухнул бы под натиском столь неблагоприятных обстоятельств. А теперь держался. Я сам удивлялся, каким же стойким и выносливым делает психотерапия словом. Огромное лечащее значение данного метода становилось для меня все более очевидным. Не успел я разобраться в истоках неприятностей, как поспевает новая беда. Я замечаю за собой некоторые странности, необыкновенную жажду, невозможность насытиться. Сдаю кровь на анализ. Вот это фокус. У меня довольно высокий процент сахара в крови. В первые дни я был оглушен. Сахарная болезнь. Я дрогнул. Ведь эта болезнь не позволит развернуть тренировки, как я их представляю. И значит, я не смогу быть неутомимым и неуязвимым для бед. Через несколько дней во мне пробуждается ярость. Быть того не может. Я хозяин себе. Буду ползти по сантиметру, не отступлюсь. Буду следовать оздоровительной программе, буду тренироваться. Буду приучать эту болезнь к своему образу и пониманию жизни. Не я подчиняюсь ей, а она мне. Поначалу я жестко ограничивал себя в углеводах, но после убедился, что без подачи их в организм нечего и помышлять об активной жизни. Я не позволял себе есть лишнее, но то, что организм требовал, я давал. Это в значительной степени избавило меня от слабости. И все же я под впечатлением новой болезни. То, что я узнаю о ней, угнетает. И я стихийно начинаю твердить, что у меня нет никакой болезни. Я здоров. Все неизбежно придет в порядок. Все сбой временный. Я сочиняю крамольную формулу. Я отвергаю и не принимаю все правила. Я изменяю неизменяемое. Мой организм подчиняется моим законам. Я их ему назначаю. Высший судья над всем. Моя воля. Это не было фанатизмом отчаяния. Я почитаю волю всемогущей. Я верю в жизнь. Моя жизнь непременно сбудется. Ничего нельзя терять в унынии. Все сбудется. Никогда не сомневайся в своих возможностях. Все можешь. Назначение воли быть сильнее всех обстоятельств. Крамольность формулы защищала меня и от духа неверия и от насмешки. Слишком много авторитетов почитает такое положение безвыходным. Слишком велик груз иных мнений и примеров. Формула сохраняла веру при высшей натяженности сопротивления. Каждый день оборачивался неприятностями и новыми испытаниями. Но иначе и быть не могло. Я разваливал себя десятилетиями. Нужен не один год для того, чтобы собрать себя. Моя оздоровительная программа Ванны, тренировки, разумное питание и психотерапия с самовнушением Должна обернуться устойчивостью в здоровье и ясностью мышления. Без этого жизнь не представляется мне достойной. И я буду искать пути возрождения. Но пока нужно терпеть. Заложенные семена дадут всходы. Я без конца раздумывал над способами извлечения позвоночника. Движения отзывались на позвоночнике осложнениями на долгие недели. Сама же боль не затихала вообще. И теперь обратиться к тренировке. Обратиться к тому, что подготовила эту болезнь. Именно так. Лишь движение способно оживить позвоночник. Как и любая другая система, он рассчитан природой на движение и работу. Я освою наклоны вбок, вперед с руками за головой, вперед с доставанием руками пола, вращение вокруг оси туловища вправо-влево, которыми защищался в своей спортивной практике от возможных поражений позвоночника. Различными вращениями головой погашу воспалительные процессы в шейном отделе. Я понял, прошлые тренировки, пусть даже сверхмогучие, не защищают. Нужны качественно иные тренировки, и при том каждодневные. Эти тренировки заставят работать все системы. Физические нагрузки – великий согласователь всех основных процессов в организме. Кроме того, повышение физической тренированности благотворно повлияет на устойчивость организма, его способность сопротивляться болезням. Однако в новых условиях тренировка должна исходить из несколько иных принципов. Итак, начало с ничтожных нагрузок – приучить организм к ним и увеличивать их по капле. Боль, тяжесть сохраняются, но иного пути к возвращению в жизнь нет. Я пойду с болью, но с каждым шагом эта ноша будет таять. И самое главное – я становлюсь другим. Я буду другим, а это неизбежно сделает все нагрузки доступными, надо лишь не спешить, верить и не спешить. К тому времени я представлял собой печальное зрелище. Плечи сузились, грудь усохла, мышцы почти целиком сбежали с рук, обнажив кости. Под кожей обильно проступили вены. Там, где мышцы еще сохранились, они обвисли, обрыхлели. Теперь я могу прощупать все тело до костей. Прежде это было весьма затруднительно. Меня закрывали слои мышц и связок. А спина – плоская, без следа мышц. Все это, конечно, не столь существенно для жизни, но жалости достойно. Помню, как шесть лет назад я завернул на стадион и, украдкой, когда никого не было, выкрутил на перекладине вис назад прогнувшись. Я не успел войти в это положение. Мне показалось, в голову хлынул водопад. Голова раздувается, лопнет. Все почернело. Уже теряя сознание, я нашел силы не разбиться, не упасть на голову. Я вывернулся и приземлился на колени. Я не мог встать. Качалась земля. Пусть так, но я добьюсь. Это упражнение станет обыденным. Вышкалю себя. И вот этот великий день. В последних числах апреля я приступил к тренировкам. Они занимают около сорока минут. Позвоночные боли не позволяют согнуться. Вот-вот меня прошибет и заклинит. Болит сам позвоночный ствол. Надавишь пальцами. И тягучая боль. Сердце ворочается где-то в горле. Хлещет пот, хотя я работаю в весьма умеренном режиме. Кровь приливает к голове. Стучит в ней так, что заглушает все сторонние звуки. В глазах темно. После каждого наклона свист, треск в ушах. Я тренируюсь в наглыхо закрытой комнате, в носках и плотной рубахе. Через 10-12 минут меняю рубашки. Они совершенно сырые. Позвоночник противится работе. Порой я едва передвигаюсь, но не прерываю и не сворачиваю тренировку. Для меня она святая. И каждое утро после умывания опять обращаюсь к ней. Я слишком много раздумываю о себе и болезнях. Это копание закрепляет мысли о прочности болезни и несчастливой судьбе. Я гоню их прочь. Теперь я не позволяю размышлять об этом. Я внушаю себе, не копайся в прошлом и себе. Нет памяти на болезни. Ты здоров. Ты будешь здоров. А как же иначе? Нет плохой жизни. Есть неумение жить. Во всех провалах, в нервных срывах, болезнях, в бессонницах и безвыходных положениях, которые мне мерещились, виноват я, а не жизнь. Я не сумел повести себя разумно. Я оказался слабым для жизни. Эти слова по-новому определяли отношение к жизни. И они делали меня крепче. Поистине слово — знамя всех дел. На тренировках меня знобит. Я в жару. Даже воздух обжигает. Я все время на стороже. Предметы в комнате готовы сорваться в кружении. Любое упражнение требует волевой сосредоточенности. Порой так мутит, что я готов лечь на пол и не шевелиться. Но тут же слова веры возрождают силы и стойкость. Со мной никогда ничего не случится. У меня молодые упругие сосуды, раскрытые току крови. И я зримо представляю сосуды. Без узлов, стяжек и дряблостей. В них ровный мужественный ток крови под заданным давлением. Я продолжал тренировку в любом состоянии, упрямо набирая наклоны и вращения. Все в этой работе свято. Она для здоровья и возрождения. Я возвращаю потерянные шаги. Я был настолько зажат разными болями, лихорадками и прочими скверными, что казалось, будто я в густом непролазном лесу и каждое дерево бой. И я, проталкиваясь между деревьями, тащусь, а конца этой чащоби нет и нет. Порой мне представлялось, что тело — мой злой и мстительный враг. Но не все было столь мрачно. Я видел солнце, небо, слышал людей и забывал о неприятностях. Солнце, дожди, морозы, ветер, лес, настоящий, живой — все это оказывало на меня чрезвычайное влияние. Я жил единой жизнью с природой. И это ощущение множило любовь к жизни. Пока она не угасает, человек может вынести все. Она — тот великий источник, который питает все наши чувства и прежде всего волю. Именно в те годы я всей душой привязался к природе. Облака, течение реки, запах земли преобразовывались во мне стойкостью жизни. Вид могучих деревьев всегда вдохновляет меня. Я люблю старые деревья, знаю их по всей округе и поклоняюсь им. И я всегда верил, что вернусь к ним. Вернусь как товарищ по бытию на равных. Не буду страшиться холода, жары и солнца, ветра, воды. Все будет от жизни и для жизни. И все это я буду принимать с благодарностью. Как бы ни было мне плохо, я неизменно шел к своим новым друзьям. И они никогда не подводили. Я всегда возвращался от них в уверенности и стойкости. Я ликовал. Я получил могучее средство оздоровления — тренировку. С ней я мог рассчитывать на действенное преодоление болезненных состояний, а самое важное — получить настоящую способность работать. Но по-прежнему меня изводят ночные лихорадки и головные боли. Зимой и весной сила их даже возросла из-за отвыкания от снотворных, ванн и ничтожного сна. Я приучал себя к ваннам и простужался. Болели суставы, связки, глаза, горло, уши, стойкое отвращение к еде сменялось с приступами голода и жажды. И в длительных физических нагрузках я терпел крах. Пять километров я способен одолеть, а затем безмерная слабость и обострение головной боли. Что бы ни пробовал, а упирался, как в стену. Не по силам лишь пять километров спокойной ходьбы. Несмотря на эту проклятую стену, я неуклонно продолжаю продираться вперед. По крохам набавляю нагрузку. Десять шагов сверхосвоенных. Двадцать. Вон до той скамейки. Затем до той клумбы. Я дал слово избавиться от позвоночных болей и позвоночной неполноценности и вернуть способность поднимать тяжести хотя бы самой умеренной. Я должен восстановить эту простейшую способность, дабы помогать близким и не зависеть от помощи. Позвоночные боли не дают покоя практически в любом положении. Чтобы спать, я превращаю постель в некое подобие ортопедического устройства, подсовывая под матрас валики. И все равно дольше сорока минут спать в одном положении не могу. И за столом не могу сидеть долго. Через двадцать-тридцать минут вынужден вставать, ходить, ложиться на пол. Однако я не отступаю в упражнениях для позвоночника, хотя часто из-за них волочу ноги, не могу сесть в кресло. Каждый шаг попроворней бьет в спину. И все же я на подъеме. Это чувство во мне. Я совершаю столько грубых ошибок, в другое время свалился бы. Но мощь нервного сопротивления и возрождение таковы, что я переступаю через все невзгоды. И самое главное, я живу, не лежу и не гнию в болезнях. И я по частицам, но прибавляю в способности работать. Постепенно я приучаю себя к работе над книгой и пишу. И начинает служить память. Прежде она всегда отличала меня. Часто, ох, как часто я задумывался. И каким же гнилым я стал. Для того, чтобы только жить, сколько надо усилий. Я ждал солнца, как чудо. Все было против обнажения. Аллергия, состояние сосудов, ход сердца в единой нескончаемой аритмии. Пульс не спускался ниже 80 ударов в минуту. А я жду солнца и мечтаю о нем. С первыми погожими днями мая я уезжаю за город и отыскиваю безлюдные места, раздеваясь до трусов и брожу под солнцем. Я даже не надеваю кепку. И удивительно, мне не становится худо. тело благодарно сосет солнечную энергию. И уж теперь каждый день пораньше покончив с делами, я спешу за город в лесной воздух и опять брожу в одних трусах. Я не только насыщался теплом, но испытывал при этом какое-то состояние блаженства, опьянения и восторга. Солнце, лес, поле, небо. И я живу. Живу. Очевидно, я остро нуждался в тепле из-за хронической простуженности и пониженного тонуса. Во всяком случае, через 3-4 недели я почувствовал себя прочней и уверенней. С тех дней я уже безоговорочно доверяю солнцу, целительности и нужности его. Все живое взошло под его лучами и нуждается в нем. Самые жестокие часы болезней я мечтал прокатиться на велосипеде. Уже целое десятилетие я был лишен этого невинного удовольствия. Любая попытка оборачивалась свирепым укачиванием и стойким нарушением мозгового кровообращения. Велосипед манит не только с забытыми удовольствиями, но и возможностью потренировать сердечно-сосудистую систему. Позвоночник не позволяет бегать, даже в ходьбе резвый шаг отдается болью. Я действую не сомневаясь. Я покупаю велосипед, несколько дней копаюсь, привожу его в божеский вид и не без трепета сажусь в седло. Я катаюсь десять минут, час, полтора и в восторге спешу домой. Разве эта головная боль ерунда? Значит, моя программа уже затрагивает самое существо болезней, мозг и сосудистую систему. Ведь не наступил срыв? Я пробую себя на другой день. Головная боль и кружение вроде бы оживают, но через час спадают до обычных. Я гоняю на велосипеде неделю и привкус дурноты слабнет и слабнет. Сомнений быть не может, хроническая болезнь сосудов отступает. Не беда, что я слезаю с велосипеда, скрюченный позвоночными болями, их можно стерпеть, я привыкну к положению за рулем. И еще я поражен, я раскатываю и в прохладные дни. Я в одной легкой рубашке, я потею, и пот непрестанно сушит прохладный ветер, а я не простужаюсь. Стало быть, и в этом организм начинает выправляться, стало быть, глубинные процессы меняют направление, стало быть, я верно поставил диагноз и точно веду себя. Как бы я не бубнил мужественные слова, не отрекался от чувства страха, а он все еще руководит многими моими поступками. Ужасом во мне засели месяцы в постели, невозможность после этого ходить, одышка и мучительные приливы крови к голове. Иногда мне полезнее было бы день-другой провести безвылазно дома, полежать, это спаться, отдохнуть, но я страшился постели и вел себя так, будто непробиваемо здоров, лишь бы не ложиться. Еще года два я слепо подчинялся этому чувству, изрядно навредив себе, я страшился слягу и не встану, опять распалятся болезни, я расклеюсь и уже не соберу себя. С каждым днем возрождалась способность много читать. Я влезал в книги, радуясь встрече с ними, я читал и раздумывал, как много книг делает нас слабыми, принижает в нас энергию поведения, оправдывает бесконечные компромиссы, пугает печальными судьбами. Когда подобные чувства сеет большой настоящий мастер слова, они входят едва ли нежизненной правдой, единственной правдой, оправданием уступок воли и себя. И в музыке я вдруг разглядел много слезливого и безропотно стонущего перед злом. Почему столь часто торжествует зло? Оно коварней, рыщет недозволенными путями, приспособленней к борьбе. Я отнюдь не фетишизирую феномен воли, я сознаю и социальный характер зла, однако я искренне убежден, злу нельзя уступать. Везде и всюду ему надо противопоставлять энергию поведение и великую жизненную стойкость. Всякая уступка злу утяжеляет не только твою жизнь, но и умножает тяготы всех. Теперь после работы и всех дел я не езжу за город, а на велосипеде качу строгенно и загораю. Но каков искус рядом река? Искупаться бы. Я креплюсь неделю другую и забираюсь в воду, затем повторяю это на второй, третий день. Я плаваю всего три-четыре минуты, однако на пятый день меня поражают суставные боли. Опять ноги то в огне, то в холоде и ночами с удвоенной злобой плавит лихорадка. Правда боли унимаются в три недели. Я прокаливаю себя солнцем и они слабнут, слабнут. И так я порченный в руках и ногах, порченный. Неужто я больше не пройду босиком берегом реки? И от росы меня скрючит, и от родниковой воды, и летними прохладными вечерами сидеть мне в валенках? Еще долечивая солнцем, я решаю не поддаваться и этому приговору судьбы. Теперь каждое утро после тренировки я ополаскиваю себя прохладной водой. Поначалу даже не прохладной, а теплой. Около 27 градусов. Месяц за месяцем остужаю ее. Я раздеваюсь и ополаскиваю над ванной руки, плечи, грудь, ноги. Когда я ошибаюсь и вода холодна, организм отзывается болями на 2-3 ночи. Граница, за которой наступают срывы, колеблется около 19 градусов. Способность не простужаться на велосипеде внушает мысль о тренировках на воздухе. В конце июля я привожу эту мысль в действие. В четверти часа ходьбы стадион, там есть укромные уголки. Я беру нужную пару гантелей, сажусь на велосипед и качу на тренировку. Я очень горд находкой буду дышать чистым воздухом, закаляться и еще загорать. Дни стоят ветренные, утрами около 16 градусов. Не холодновато, особенно под ветром. Все, что я добывал, приходило через силу и упорство, граничащее с фанатизмом. Что ж, потерплю и в этот раз. В то лето солнце очень редко выглядывало из-за туч, и я подставлял ему себя даже в холодноватый ветер в перерывах между находами туч. Через несколько недель я застуживаю спину, мышцы воспаляются целыми пластами. Почти полтора года я изгонял простуженность от тех недель. все верно я тороплюсь, я постоянно забегаю вперед. Переболев столь сурово в недавние годы, я все же не в состоянии правильно оценить все, что стряслось. Я все меряю мерками молодости и прежних возможностей. Что значит окунуться в воду на пять минут, когда в молодости я плавал без отдыха три-четыре часа? Я исхожу из былых представлений, но ведь после болезни я совершенно другой. С каким же трудом усваивается эта мысль? Я не хочу быть другим, я не хочу признавать и власть лет. И почему я должен ее признавать, если я иду к возрождению? Я верю, что верну все. Я лишь пока другой. Да, к сожалению, все же другой. Эта мысль почему-то всегда навещала меня с опозданием. Верю, я все верну и буду сильным, неутомимым до последних дней. Я не знаю, сколько проживу. Долголетие весьма приятное дополнение в жизни, но не оно главное. Во всяком случае, я стараюсь не для него. Прожить хозяином себе до последнего дня сильным и неутомимым вот моя цель. О том я мечтал, когда терпел от болезней и так трудно разгонял свои тренировки, отрабатывал режим и множество прочих правил. О том мечтаю и поныне. В августе я пересматриваю тренировку. Я основательно прибавляю число наклонов, включая новые упражнения и с гантелями в 6, 8, 10 и 12 килограммов. Увеличением нагрузки рассчитываю энергии способствовать приспособлению организма к работе и движению вообще. Теперь тренировка поглощает уже более часа. К сентябрю в плечевых локтевых суставах и запястьях возникает устойчивая боль. Крутовато я начал. Около года несносно ныли локти. После боли растворилась и бесследно исчезла. Кисти тоже очень долго метили неприятные травмы. Я терпел. Впрочем, ничего другого не оставалось. Кисти окрепли лишь к исходу второго года тренировок. Они стали ничуть не хуже, чем в годы, когда я поднимал мировые рекорды. Плечи унялись гораздо позже, к четвертому году. Но до сих пор ночами я улавливаю боль в глубинах суставов. Иногда боль будет и заставляет искать положение удобнее. Но так или иначе, а я добился выздоровления. После многих лет это оказалось первое более или менее здоровое лето для меня. Без сомнения я поправлялся. Каждый месяц смягчал и уреживал головные боли, приливы крови к голове, тошноты кружения. Лишь ночами по-прежнему лопались эти сумасшедшие солнца в груди. Я исходил потом. Однако и эти лихорадки весьма поскромнели. С августа и до последних дней октября он выдался теплым. Я езжу на велосипеде через два дня на третий по двадцать километров. Бег недоступен и я всячески стремлюсь возместить его. Поэтому я езжу на время. Беспощадно ноет мышцы ног. Порой неделями больно ступать. Я утомляюсь через четверть часа. Усталость сообщает мышцам бетонную твердость. Я и предположить не смел, что время и болезни способны так размыть силу и сами мышцы. Меня ведь всегда отличали мощь ног и их силовая выносливость. Мне становится очевидным беспощадность времени и болезней. Ведь я размыт так по всем направлениям. Ничего от прежней силы и выносливости, кроме памяти до медалей на ленте. теперь для меня уже неукоснительнейшая заповедь бережения силы и выносливости. Ни в коем случае не запускать себя, пусть маленькими тренировками, но держать себя в порядке, помнить простую истину. Восстановление гораздо сложнее поддержания формы. Подчас такое восстановление становится практически и невозможным. всегда обновлять себя тренировками. Нет большего заблуждения, чем считать это время потерянным. Я давно вынашивал мысль о тренировке обнаженным. Мокрые тряпки затрудняют кожу дыхания, гонят лишний пот, студят. И с середины ноября я становлюсь на тренировку только в плавках. Всю зиму при тренировках держу температуру в комнате не выше 20 градусов. Легко сказать тренироваться обнаженным. Снова я мерзну, меня знобит, а ноги захолаживает ветер от незаклеенных окон. Растуженные с лета мышцы ранят каждое движение, боли обостряются. И все-таки я не даю отбой, не забираясь в рубашку и носки, я устойчив в самом важном, в состоянии легких, а все прочее я снесу. Я отказываюсь от зимнего белья. Однако холода дают знать, нет-нет, а ноги зальет огонь. Теперь уже редкий день, запечатанный машинкой, я не растираю их по многу раз. как же хочется сунуть их в шерстяные носки, а еще заманчивее в валенки. В ноябре я основательно изменяю тренировку. Теперь она требует более полутора часов. Те же дни беру старты в ходьбе на время. Со мной секундомер. Необходимо укладываться в заданные минуты и часы. День за днем я учусь скорому шагу. Я на маршруте в любую погоду и в любом состоянии. Впрочем, дурных состояний в прежнем понимании нет. Я свято верю в успех. Я замечаю, как становлюсь энергичен и во мне укореняется убеждение, что никакие срывы не властны надо мной. В те зимние тренировки мне приходит счастливая мысль читать формулы воли в перерывах между упражнениями, когда я вынужден налаживать дыхание. С того дня формулы воли массировано и непрерывно обрабатывают мое сознание. Я ощущаю их влияние. Я распрямленный. Для меня нет бед, все неудачи я встречаю энергии и поведение. Именно так бед нет. Есть лишь стечение более сложных и по-своему более критических обстоятельств. Я так и определяю для себя беду стечение сложных обстоятельств. И несчастье надлежит воспринимать только так, ибо отчаяние вредит жизни, препятствует организации нужного поведения. В любом случае только мужество поведения, только дело и отпор делом. Я настраиваю себя, не страшусь никаких приговоров над собой. Любые неожиданности, даже трагические, преодолеваю спокойно. На любое дело иду с отвагой, никогда не сомневаясь в себе и своих возможностях, назначении воли, быть сильнее всех обстоятельств. Все, чем я занимаюсь, недостаточно для надежного тренинга сердечно-сосудистой системы, и я ввожу подскоки на месте. Во все те зимние месяцы растянуть их более чем на три минуты не удается. Гантели в 10 и 12 килограммов оказались чересчур сильнодействующим средством. На застарелую боль наложилось новое, скоро уже нестерпимо ныл весь позвоночник. Я перестал брать в руки сразу две гантели. Но это упражнение с одной болезненность в позвоночнике развивалась. К февралю я уже ни о чем не мог думать, кроме как о позвоночнике. И все же я упрямлюсь, ведь я упражняюсь спустяшными тяжестями. Я продержался еще месяц, боли продолжали наступать. Тогда я уменьшил тяжесть гантелей и число повторений в отдельных упражнениях. В те же и ввел так называемое шагание в воздухе. Боли не спадали. Я решил держаться. Во сне из-за боли в спине мне кажется, будто я растянут крючьями. Ночами досаждает лихорадка или боли в спине. Я вспоминаю о ночах с неприязнью. Ночи мое мучение. Сомнением ночами просторно. В долгие бессонные ночи меня точат мысли о том, не усугубляю ли я состояние позвоночника и суставов. Ведь позвоночник отзывается болями на упражнения. Однако во мне непонятное упрямство. Я продолжаю набирать все упражнения, которые подозреваю в ненадежности. При каждом подходящем случае я утяжеляю и усложняю их. Во мне не угасает вера в извлечении спины. Нет, я осознаю, что прежнюю крепость не вернуть, но я хочу вернуть хотя бы часть ее. Да и что лукавить перед самим собой? Я люблю силу. И это чувство не подвластно рассудку. Я продолжаю любить силу. И делаю все, чтобы прорваться к ней, получить способность снова насыщаться ею носить в себе. Это чувство всю жизнь опьяняло меня. Самое главное упражнение различные наклоны. Ими я лечу спину. Все эти наклоны весьма длительны. Я приучаю себя делать их с открытыми глазами. Пусть простейшая, но тренировка вестибулярного аппарата. Новые нагрузки осваивались со скрипом. Я видел и чувствовал, как усталость оборачивается головными болями и порой такими, что я буквально тупел. От новых силовых упражнений мертвеют руки, а ведь объем нагрузок невелик. Даже во сне они не отходят. Чужие руки. Не исключаю, что я действовал крутовато. Однако не нужно спешить с выводами. Надо учесть условия, в которых я оказался. Какие еще пути находились в моем распоряжении? К тому же за плечами вереница бесплодных лет, и она тоже давит, и, пожалуй, не меньше, чем сами болезни. И потом я верил в себя, верил в правоту каждой тренировки. Все должно быть только так. Верю, организм неизбежно подтянется к новым требованиям. Уступать ему значит отказываться от движения вперед, значит скатываться на прежнюю жизненную емкость, ту маломощную и уже не преобразующую меня нагрузку. Пусть сейчас худо, я окрепну, я слишком далеко ушел в развал, надо терпеть. Я стал крепче, это бесспорно, но дальнейшее восстановление чем-то стопорится. Я все время точно перед стеной. Что со мной? Какая болезнь точит? Все ли правильно? К чему приду? Это не только истинно марафонские тренировки, это и все перетряхивающие тренировки. Чем обернуться? Укрепят? Возведут неутомимость? Растворят болезни? Или увеличат изношенность? Здесь ведь я тоже пробиваюсь неизведанным путем. Никто не может с уверенностью подтвержденной практикой подсказать, что и как делать. Несмотря ни на что, в эти месяцы я заканчиваю большую повесть. Я не иду с ней в редакцию, я прячу ее в стол, пусть отлежится. Но что одна эта повесть? Лучше из лучших лет сгорает впустую? Нет, это неверно. Это совсем не так. Я добываю силу, которая поставит меня хозяином над каждым днем жизни, и я все верну. Я перебираю упражнения, ищу такие, чтобы остановить воспаление в плечах, укрепить связки, оздоровить все суставные механизмы. и я не только цепляюсь за свои нагрузки, а постепенно совершенствую их, где-то сокращаю упражнения, где-то утяжеляю и увеличиваю. По данным причинам тренировка начинает выкатывать к двум часам. Длинное махровое полотенце я им вытираю пот обычно насквозь мокро. Я похудел, но особым образом поджался, уплотнился, теперь вся одежда велика и висит, и я вдруг заметил, с губ сбежала синева. Всю ту зиму я чувствовал себя хуже, чем даже летом, когда приступил к тренировкам. Это естественно, ведь я приложил к себе настоящую объемную работу, просто зарядка с маханием руками и подскоками до первой усталости не могла повлиять на организм, разве лишь отогнать сон. Очень давит на сознание короткий день, тренировка поутру при электрическом свете, затем работа за машинкой, рукописями и уже опять ночь, и не видишь ни минуты светлого дня, даже на телефонные звонки нет досуга. Я точно счищал себя на нос и лет, все вокруг обозначалось ярче, образнее и притягательнее. Занимаясь психотерапией и самовнушением, я все глубже и глубже проникал в себя, я как бы исследовал себя, и то, что я узнавал, не приводило меня в восторг. Уродливые, болезненные изветвления характера вызывали стойкое желание сделаться другим, желание отсечь их. Я вводил новые формулы воли. Как и те самые первые, они вырвались из души. В те дни я начал строить формулы настирания определенных свойств характера и развития закрепления нужных мне. Я вспоминал себя в прошлом, и мне становилось не по себе. Я сам калечил себя, отравлял жизнь, отодвигал ее, делаясь скучной и неинтересной. Я со всех точек зрения был уязвим. Конечно, не во всем я оказывался виноват, но под гнетом трудностей ударов судьбы, разочарований и срывов мой характер поддавался не в лучшую сторону. Теперь даже сами понятия разочарования, удары судьбы и тому подобное кажутся мне ненормальными. Нет разочарований, нет срывов или ударов судьбы, есть лишь различная энергия встречного поведения. Ничто не способно заслонить жизнь, она неизменно притягательна и достойна самой горячей привязанности. Я осознавал, прежней беззаботности не будет. Отныне и до конца дней я обязан работать, чтобы сохранять жизнь в нужном качестве. Это может нравиться, может не нравиться, но это делать придется. А те, кто несет отметенные болезни, должны выдерживать это правило востократ строже и уж, конечно, без какого-либо чувства ущербности. Так нужно жизни. Неизвестная болезнь и я шли бок о бок. Я не уступал и она не уступала. В начале марта случай сводит меня с Соколинским. Этот человек получил диплом врача-педиатра за несколько дней до нападения фашистской Германии на Советский Союз. Ему достаются на долю уже как военному врачу и отступление, и окружение, и победы. После войны он работает по специальности детским врачом. Увлекшись кислородолечением, он во второй половине 50-х годов разрабатывает свой оригинальный метод кислородотерапии. Это кислородные коктейли и кислородные клизмы, дающие весьма обнадеживающие результаты при заболеваниях желчного пузыря, печени, аллергиях. Соколинский неожиданно находит у меня стародавний гепатит. Оказывается, не все его формы обнаруживаются обычными лабораторными пробами. Он показывает, печень весьма увеличенная и болезненная. Мне становятся понятными многие из моих состояний, в том числе и ночные лихорадки. Больная воспаленная печень не в силах обрабатывать всю пищу, и это оборачивается настоящим самоотравлением. Эти яды организм исторгает с потом ночами. Соколинский предлагает курс лечения. Он не сомневается в положительных результатах. Повторяю курс за курсом, но улучшения нет. В душе я уже перестаю верить. Как вдруг обнаруживаются необычные вещи. Чахнет и теряет силу ночная лихорадка. Та самая, которая столько лет безнаказанно уродует меня. И уж совсем сюрприз, почти незаметно проскакивает майская аллергия на цветение, обычно вызывавшая очень неприятные ознобы, зуд, температуры. Дальше больше, я ощущаю прилив силы, нагрузки проворачиваю без усталости и головных болей. Какое-то стремительное возрождение, сомнений быть не могло, лечение оздоравливает печень. Это почувствовал и потому, что вдруг смог есть то, что обычно мне не сходило. Кислородотерапия по методу Соколинского оздоравливает не только печень, но и весь организм. Это и понятно, ведь в воротной вене, которая в основном и насыщается кислородом при данной процедуре, около 50% всей крови, и она энергично всасывает и разносит кислород. То, что я полагал достигнуть годами, становится возможным в месяцы. По всем направлениям я ощутил небывалое увеличение работоспособности. И теперь я все время взвинчиваю нагрузки. После неудач и трагедии всегда организовывать новую победу, не признавать себя побежденным. Это и есть торжество твое и дело. В те годы моя дочь училась на вечернем отделении Московского государственного университета. я встречал ее обычно около полуночи. Я шел к метро. Была ранняя весна. Я поднял голову. Необыкновенно четкие звезды. Они всегда такие чистые и крупные в северный ветер. Я сбавил шаг и залюбовался. Звезды мерцали за узорами голых ветвей. Блеских озарял ветви холодный едва уловимый глянец на черных плетях. Я вдруг поймал себя на том, что голова не кружит. Я прежде не смел закинуть голову, тем более идти так. И я понял, болезни отступают. Я возвращаюсь в жизнь. Меня охватило счастье. С первым настоящим теплом я решаюсь на беговые тренировки. Беговыми, правда, их можно назвать лишь условно. Я то бегу, то перехожу на шаг. От тряски опять ноет печень и позвоночник. Однако я креплюсь, должен привыкнуть. Я бегаю в трусах и без майки. Солнце колит плечи, грудь, его жар мне по душе. Любовь к бегу во мне всю жизнь. В детстве я прочитал Маугли Киплинга. Неутомимость Маугли, его бег запали в сознание. Всех лет я мечтал о беге. Я, наверное, стал бы бегать много раньше, еще в молодости, если бы не увлечение силой. Через полтора месяца я пробегаю пять километров. К осени десять, а затем пятнадцать километров. Для меня это величайшее из достижений, ведь я не только преодолел болезни, но в некотором роде и свою природу. Я был атлетом сверхтяжелого веса, никто из этих людей не приспособлен к работе на выносливость. Им с усилием даются не километры бега, а какие-то сотни метров. Когда я впервые пробежал три километра без отдыха, я испытал потрясение. Я пробежал эти километры и не оглох, не онемел от головной боли. Я брел полем, солнце огнем уперлось с плечи, ветер трепал колоссия, мятлика и ежи, пахло нагретой землей травами, уже подсушенными жаром. В небе стыли жаворонки. Я внезапно почувствовал такую радость, такое счастье, ведь выживу, теперь все позади. И я заплакал. Устранение ночных лихорадок и общее оздоровление отзывается внушительным сбором силы и выносливости. С прежними нагрузками я справляюсь шутя. Поэтому в июле я снова вношу изменения. Возвращаю те из снятых зимой упражнений, которые отношу к принципиально важным. Я последовательно наращиваю тяжести гантелей, внимательно прислушиваясь к себе. Ухудшение не наступает. В результате тренировки переваливают за два часа каждая. Монотонность в нагрузках и постоянная забитость мышц требует разделения всех упражнений по самостоятельным отличным между собой тренировкам. Перемещая работу с одной группы мышц на другую, я буду давать им отдых. Кроме того, я хочу ввести и новые упражнения, подоспелое для них время. Я долго и придирчиво отбираю упражнения, не по душе все, но на все недостает времени и сил. я составляю три типа тренировок. Тренировки номер один и номер три требуют около двух часов пятнадцати минут. Тренировка номер два полутора часов. Тренировка номер два попроще. В ней сокращено число наклонов, приседаний и других упражнений. Вообще снято отдельные упражнения, которые я сохраняю в тренировках номер один и номер три. Тренировку номер два называют тренировкой отдыхом. Разделение тренировок существенно сберегает время. Я ввожу новые упражнения, увеличивая число повторов без удлинения тренировочного времени. Теперь уже все вестибулярные упражнения я выполняю с открытыми глазами. Поначалу я делаю это в замедленном темпе. По мере привыкания скорость возрастает. Я стремился и здесь овладеть устойчивостью против нарушений мозгового кровообращения, которое столь часто порождает слабость вестибулярного аппарата. Практикой каждого дня я убеждаюсь, что внешние мышцы очень прочно связаны со всей нашей внутренней организацией. Это внешнее влияет на внутренние процессы гораздо более значительно, чем мы предполагали и может нормализовать функции внутреннего. Разделение тренировок облегчило работу, но все же я устаю. Столько нагрузок за день, но я не смею пропускать тренировки. Для меня они как дыхание. Люди не подозревают и о существовании черты радости тренировки. Со временем большая и длительная работа приносит наслаждение. С определенного момента любая тренировка обращается в радость. Более того, в ней просматривается творческий принцип. Ты можешь менять упражнения, нагрузки, и это позволяет получить от организма новую, более высокую тренированность, силу, гибкость, выносливость, скорость. С достижением черты радости уже невозможен отказ от тренировок. Принуждение исчезает, каждая тренировка вызывает удовольствие. Именно это чувство привязывает людей к спорту и воспитывает великих чемпионов. «Почти каждый день я купаюсь в реке, и суставная лихорадка не возвращается. Я не простужаюсь, хотя меня трясет от холода. Самое главное, я в воде и не скручен болями в суставах, правда, воспаляются шейные травмы, но в сравнении с общим выигрышем это ничтожный урон». Лето выдалось щедрым на тепло. «Лучше погоды для велосипедных тренировок не дождешься. Я езжу все быстрее и быстрее по своему городскому маршруту и попадаю в беду». На изрядной скорости при спуске меня притискивает к бровке тротуара троллейбус. Из левого ряда неожиданно выпирает грузовик и сразу тормозит. Куда деваться? Слева туша троллейбуса, впереди задний борт грузовика и нищели. Я вцепился в тормоза намертво. Силой нерции швыряет меня через руль. Я бьюсь об асфальт головой и всем телом оседаю на голое плечо. С утра, превозмогая боль, я прикрутил больную руку бинтами к туловищу и провернул все доступные упражнения порыкивая от боли. Наклоны с гантелью я выполнил, держа ее здоровой рукой за головой. Рука затекла, но я вытянул все двести наклонов. Дни стояли волшебные, такая редкость у нас. И на третий день я сел на свой дорожный велосипед. Разбитую руку я лишь держал на руле, старательно объезжая ухабы. На реке я выкупался и посидел на солнце. Я не пропустил ни единой тренировки, хотя боль в правом плече угомонилась лишь через полгода. На шестой день я заставил себя работать в воде на полный вымах. Через две недели рука полностью восстановилась. Правда, я не мог спать на том плече около трех месяцев. Риск езды по городу очевиден, поэтому я начинаю выезжать за город. Постепенно я набираю 25, 40, 60 километров, в упоении выкатывая к 110 километрам. Незабываемые поездки. Ты в запахах лугов, бензина тоже, сопротивление воздуха, проносится деревня, роща, ты схватываешь взглядом самую разную жизнь. Мой товарищ по выездам, неоднократный чемпион страны в лидерской гонке и превосходный велосипедный гонщик в прошлом Михаил Зайцев переводит меня на туклипсы, прикрепляющие ноги к педалям. Я забываю об этих зажимах и при торможении грохаюсь на бок, не успев выпростать ноги. Достается коленному суставу. В сентябре уворачиваясь от молоковоза на узкой дороге, я срываюсь в грязь и шлепаюсь на спину. С виду безобидное падение награждает болезненными травмами. К вечеру поднимается температура, меня знобит. Левая рука затекает, не пошевелить. Раздеться мука, спать на спине я не могу из-за позвоночника, а оба плеча повреждены. И все же я сплю, а с утра прикрутив левую руку к туловищу тренируюсь. Рука затекла, но я опять вытянул свои 200 наклонов. На другой день я уже затаскивал здоровой рукой больную за голову, вкладывал в нее гантель и отбивал наклоны. Через день я тем же манером подтаскивал больную руку и к перекладине. Это давало возможность гнать без пропусков упражнения на вытяжку позвоночника. После бега по часу и езды на велосипеде за 100 километров я понял, печень поправляется, ибо она основной носитель и хранитель энергии. На больной печени не накрутишь за 4 часа с небольшим 100 километров. Теперь дело в правильном питании. Совокупная усталость от всех видов тренировок подчас валит меня, и я вечерами лежу пластом. Я чувствую общую нагрузку чрезмерно, однако лето так чудесно, радость жизни столь велика, и я жадничаю. На что достойно удивления, так это собственный вес. Несмотря на все излишества в работе, я впервые за многие годы вынужден следить за ним. Он нет-нет дорванет вверх. Все правильно. Я снова здоровый и сильный. Я неукоснительно держу себя в пределах 102-103 килограммов. Я сплю крепко и не высыпаюсь. Неделями напролет я тащу в себе желание спать и спать, а ведь совсем недавно я молился на 3-4 часа сна. Это желание спать целительно. К октябрю я неузнаваем. Из груди исчезли последние хрипы, а ведь была не грудь, а какой-то испорченный граммофон, свисты, хрипы, бульканье. Бесследно сгинули боли из глаз, ванны больше не простужали, шею наконец перестало заклинивать, разительно изменились к лучшему желудочно-кишечные дела. И одышки почти сошли на нет. Пульс значительно выровнялся, хотя и не выдерживал ритма. И настроение я ни на мгновение не сомневался в своих возможностях. Я был готов к любым испытаниям. Теперь я мог браться и за свои заветные книги. Я опять не даю себе отпуска. Я потерял слишком много лет. Дело не только в деньгах. За мной гора неосуществленных планов. К тому же уехать куда-либо значит расстроить тренировочный процесс, лишить себя единственного надежного средства оздоровления, преодоления болезни и слабости. Отпрометчиво даже на краткий срок менять условия жизни. Надо все подчинять закреплению отнятых у болезней и слабости позиций. И я истово держусь за тренировки как источник здоровья и силы. Организм надо лечить нагрузками. Для меня это первый принцип в системе оздоровления. С первых дней осени я впрягаюсь в плотную литературную работу. Я занимаюсь много и не устаю. Самое отрадное головные боли не возобновляются. Благодатное и давно забытое состояние. К исходу октября я на треть увеличиваю спортивные нагрузки. Наклоны с гантелью в 6 килограммов за головой я довожу до 310. В другую тренировку я наклоняюсь с гантелью в 10 килограммов 170 раз. Подскоки я делаю 25 минут. Я включаю новые упражнения, среди них могучие, силовые. Я отрабатываю поднимание прямых ног к перекладине. Это укрепляет мышцы брюшного пресса, но в еще большей мере позвоночник. Мне не дает покоя идеал неутомимости. Вышкалить себя так, чтобы не ведать утомлений, иметь всегда запас прочности. При подобной работе в организме невозможны шлаки и застои. Все окажется в постоянном движении. Я мечтаю о неутомимости и работаю с яростной увлеченностью. Теперь тренировкам номер один и номер три нужны три часа. Тренировки номер два, два с половиной. В будущем я откажусь от столь громоздких тренировок, хотя и сохраню их для отдельных дней. Работа на подобных объемах, пусть раз в пять-деся дней, позволит держать организм в готовности не только к физическим перегрузкам, но и нервным потрясениям. Попытки бегать по твердой дороге в городе и первой зимней стужи неудачны. Ноет позвоночник и донимает простуды. И в конце октября я покупаю велостанок. Я исхожу из летних представлений. Через день-два, а то и два дня к ряду я выезжал на 70-100 километров. Посему и в станке я работаю два-три раза в неделю по 45 минут. Для меня это около 20 километров на шоссе. Я не учитываю кое-каких различий. На велосипеде после затяжного ускорения или подъема на добрый километр естественно снижаешь обороты, а в станке я накручивал и накручивал в одном темпе. С ноября обозначилась какая-то странность. Я ощущал недостаток чистого воздуха. Да-да, я все время кисну в помещении. Я кручу педали велостанка, проворачиваю утрами тренировки, а на улице появляюсь к ночи на какие-то несколько десятков минут. Но и этого обычного пребывания на воздухе недостаточно. Организм требует деятельного насыщения кислородом, деятельной прокачки его через себя. К середине декабря я во всех прелестях перетренировки. Разваливается сон, я задыхаюсь, а дышка хуже не бывает. Я скверно ем и скисаю от самой заурядной работы. Я думал, что уже избавился от раздражительности этого недостойнейшего и свойств характера, а тут впадаю в сварливость из-за любой мелочи. Я угрюм и редко с кем разговариваю. Лишь психотерапия не позволяет распуститься окончательно. Бессонница протаскивает меня по всему январю и февралю. Но головные боли не возвращаются. Порой они оживают на какие-то минуты и уходят. Сомнений нет, я уже держу свое состояние под контролем. Под гипнозом идеи неутомимости я забрался слишком далеко в нервное и физическое истощение. В середину декабря я прекращаю тренировки на велостанке. В декабре мне исполнилось 46. Лучшими годами мне пришлось заплатить за свое невежество. В марте я ввожу в работу гантель весом 23, 33 и 44 килограмма. Позвоночник наливается болью. Я закреплюсь, рассчитывая на привыкание. Однако боли прижимают и прижимают. Через два месяца я отказываюсь от гантели 44 килограмма. Боли спадают до уровня терпимых. Я не теряю надежды приучить позвоночник к 23 и 33 килограммам. В те же недели я удлиняю подскоки до 35 минут. К маю тренировки номер один и номер три перехлестывают за три с половиной часа. Я справляюсь, но это уже безотрадное существование. Мне все безразлично, только бы дождаться, когда смогу прилечь. После тренировок я валюсь и засыпаю на четверть часа или полчаса. Я не отступаю. Меня завораживает идея неутомимости. Я верю, организм преработается. Я буду легкий и неутомимый. Летом я добиваюсь приспособления даже к этим подлинным марафонским нагрузкам. Я не валюсь после тренировки. Упражняя себя, я невольно размышлял о нападках на атлетическую гимнастику и культуристов. Сколько же труда надо вложить, дабы воспитать крепкие и ладные мускулы. Самое забавное в том, что критики и слывущие за знатоков никогда не хлебали от этих тренировок. Слов нет, в первую очередь человек должен быть здоров. И духовная красота основа человека и нашего мира, но и физическая красота из притягательнейших и волнующих качеств жизни. Может ли удовлетворять здоровье, сопряженное с физическим убожеством? Почему мы придирчивых к красоте домов, автомобилей, одежды? И об этом и для этого существуют целые науки. И нам не безразличны форма прически, цвета тканей или обоев, но увы, мы сами заслуживаем жалости даже в юные годы. Сутулые плечи, проваленная грудь, выпеченный живот, тонкие наподобие стебельков в ручки, карикатурная походка, полусогнутые в ходьбе ноги. И это не вызывает желание стать другим. Еще бы духовное самое важное. Часто же за словами о духовном самое обычное лень и невежество по отношению к себе. к себе.